Я постараюсь, чтобы вам не было скучно. Пока одно техническое объявление, даже полтора. Вообще здесь часто мы выступаем по очереди с Игорем Морозовым. Это один из основоположников афганской песни. Просто чтобы имели в виду, что его книжка, которая недавно вышла, его первая большая книга стихов и песен, там и батальонная разведка, мы уходим, уходим, такие самые известные. Да, она есть здесь, по-моему, у Ольги тут, да, вот здесь вот. Вот, и есть она и там на центральном входе. Вот, и здесь еще есть один очень, по-моему, любопытный, интересный сборник. Это воспоминания журналистов фотографий про афганскую войну. Вот такая называется Афган. Ну, там очень много открывается и моими стихами, и есть там еще. Но не стихами она интересна, а больше фотографиями и текстами. Она здесь тоже продается на центральном входе. Кстати, с днем космонавтики всех. Вот, и даже затронут национальный вопрос. Все это для галочки, но песня так называется для галочки. Для галочки я землю рогом рыл, Для галочки эпоху матом крыл, Но галочка уехала в Нью-Йорк, Где хай вселенский и всемирный торг. Для галочки послание пишу О том, что я с другими не грешу. Прекрасная еврейка, Меня ты, пожалейка, Не то я снова башню пришу. Но галка отвечает, Что в мормон Берет ее четвертою из жен. По ихнему закону С гаремом спят мормоны, Чем я чрезвычайно раздражен. Для галочки в Нью-Йорк я полечу В ракете по прицельному лучу И подорву мормона Напротив их ООНа И к Трампу в Белый домик постучу. Скажу ему, зачем, товарищ Трамп? Ты не дал визу, не поставил штамп. Я бы прилетел туристом И сделал дело чисто, Как твой учитель завещал в Майнкампфм. Для галочки ответит Трамп и я. Вас обижаю, русские друзья, Ее родные, кстати, Сидят в моем сенате, Для галочки повесить их нельзя. Ну что ж, тогда и я уменьшу прыть, Для галочки закончу землю рыть. Пускай хоть с эскимосом Живет она раскосым, Для галочки все это может быть. Песня называется Последний патрон. Я ее никогда не пел на публике, А сочинил ее чуть ли не не в школе, Или, может, в первые курсантские годы, Когда мы учились в военно-инженерной академии Миндзержинского. Сегодня здесь присутствуют мои дорогие друзья-однокашники по этой академии. И вот тогда, ну не все мы, конечно, Но я в частности, Мы увлекались, конечно, белогвардейщами. Когда оказалась вот эта белая романтика, Там-да-да-да-да-да-да. Вот со временем, не знаю, Как опять все или не все, Я лично немножко поумнел. Например, узнал, что кадровых офицеров, То есть те русские офицеры, Которые стали военными еще до мировой войны, Красная армия была значительно больше, чем белая. Просто уже потом вот эти новые офицеры, Так сказать, из гражданских, Которые в мировую войну поступили, Да, там примерно равновесие получилась. А так, в принципе, Профессиональные офицеры пошли в Красную армию. Но это не важно. Если черные птицы Заслонят небосклон, Мне еще пригодится Мой последний патрон. Если те, кто любили, Вдруг изменят свой дом, Не поможет быть сильным Мой последний патрон. Верьте символам веры, Что даны не вчера. Господа офицеры, Господа юнкеран, Если трон пожатнется, Станем грудью затрон, В супостата вопьется Мой последний патрон. Вспыхнет старое знамя Над Россией огнем, И опять юнкерами Мы в атаку пойдем. А изменит фортуна И догонит свинец, Что ж военная юность Не для слабых сердец. Золотые погоны Мы носили не зря, Я последним патроном Как судьбе доверял. Ну, а коль за границей И парижский притон Мне еще пригодится Мой последний патрон. Ну, а коль за границей И парижский притон Мне еще пригодится Мой последний патрон. Нет, я уже офицер Рабочий крестьянский красный Еще одна песня из дальнего-дальнего Даже еще на Радакадемии написана Может быть и в школе еще написана И я тоже никогда обычно не пел Потому что думал, что эта дурь Про которую рассказывают в песне Уже прошла А потом с годами смотрю А дурь-то еще не проходит Называется «Наедине с тобой молчу» Наедине с тобой молчу Такие странные дела Когда уйдешь, тогда шепчу Хочу, чтоб ты всегда была Нас разделили две любви А третьей жизни не дано Ты только другом не зови Я не дружу с тобой давно Не говорю и не дружу Никак к тебе не отношусь А лишь гляжу, не нагляжусь А лишь дышу, не надышусь Такие странные дела Что в пору душу погуби Хочу, чтоб ты всегда была Но не хочу тебя любить Хочу, чтоб ты всегда была Но не хочу тебя любить Но не хочу тебя любить Наедине с тобой молчу Такие странные дела Когда уйдешь, тогда шепчу Хочу, чтоб ты всегда была Когда уйдешь, тогда шепчу Хочу, чтоб ты всегда была Песня называется «Последний поход» Разорван погон Под ремнем автомата И стерлась тельняшка На левой груди Где сердце колотится Не виновата Во всем, что за нами И что впереди Пошли по ущелью Спустились в долину Поднялись оттуда На горный хребет В бою разделившись На две половины Оставшихся здесь И оставивших свет Пошли по хребту По горящему склону Фронтальной атакою Взяв в перевал И снова Господь Перестроил колонну Из двух одного Из двух одного В небеса Отозвал Пошли с перевалом По тропам овечьим По минным ловушкам Под скрестным огнем Внезапно сверкавшим Сиянием вечным Ребятам с которыми Рядом идем Спустились по тропам На горная плата Легко нам загадывать Нечет Печет Один из нас в небо Взметнется крылатом Другого навеки Земля привлечет Разорван погон Под ремнем автомата И стерла стельняшка На левой груди А сердце колодится Не виновата Во всем, что за нами И что впереди Одна из тем Сегодня тоже будет затронута Это у каждого из нас Есть какая-то малая родина Хотя я знаю, что очень многие Кто сидит сейчас в этом зале Дети офицеров А мы, дети офицеры В общем-то, можно сказать Без малой родины Иногда родились Проезды Жили в каких-нибудь гарнизонах Переезжали туда-сюда Но все-таки Где-то что-то у кого-то есть Вот у меня Такой шуи Ивановской области Где отец Заканчивал службу Где сейчас похоронены У меня Родители Ну вот И где я сам школу заканчивал Ну, городок такой обычный Хотя очень военный Но там сейчас построили Это для песни Надо знать Западные сволочи Построили фирму Эгер Такая Враг экологии На основе форм Дегидных смол Что-то делают В общем, город отравляют В песне Это упоминается Фирма Эгер Остальное будет понятно Но там еще упоминается Река Тезе Это та река На которой стоит город Шуэр А мне уже немало лет Хоть и судьба порой голубит Но шуйский университет Меня уже все реже любит Тогда какого жера жена Я тороплюсь вернуться в шую Там без меня цветет весна Весна над городом бушует Там без меня цветет весна Весна над Тезою бушует Подруг все меньше И друзей Которых в песнях я восславил И краеведческий музей Меня в запасники отправил И на катке, что у моста Катаюсь я один как бука Зачем хожу я в те места Где поломал судьбу и руку Всему свой срок, своя статья Гуляет с Эгером в предместе Моя гражданская семья Газета «Шуйские известия» Прости, прощай, моя семья Газета «Шуйские известия» Тогда какого жера жена Я тороплюсь вернуться в шую Там без меня цветет весна Весна над Эгером бушует Там без меня цветет весна Весна над Тезою бушует А вот иногда интересно даже вспоминать И может поэтому будет более-менее интересно слушать Не как сочинялась песня А как она, скажем, в первый раз Или в самый памятный раз исполнялась Вот сейчас я вам свою песню Которая для меня очень дорога Своим первым исполнением Однажды сижу я в «Правде» Я много лет работал в военном отделе «Правды» Служил И был у нас редактор Тимур Гайдар Сын писателя Аркадия Гайдара И отец этого рокового балбеса Егорки Который стал там один из таких этих Лидеров якобы перестройки Ну вот, сижу я спокойно дежурю в газете А дежурства у нас бывали поздние То есть до 12, да и позже Если материал идет какой-нибудь Или там, так называемая, свежая голова То есть читаешь последнюю газету Не найдешь это там ошибку Если найдешь, то все Вся печать прекращается Ну ладно В общем, уже где-то время к 12 часов Вдруг приезжает пьяный Тимур Гайдар Зашел ко мне в кабинет Поставил бутылку коньяка Витя говорит, давай выпьем Я говорю, давай с удовольствием Это самое А за что Тимур Гайдар Он говорит, ну вот Пришел ко мне сын Егорка И говорит, папа Все, что ты делал раньше Это не имеет значения Теперь важно Что ты сделаешь для перестройки И победы демократии И Тимур горько заплакал А он, в принципе, был мужик-то нормальный Он даже был не журналюга Он был профессиональный подводник И был старший Помощник старпом Командира подводной лодки На Балтике То есть это второй человек После командира Потом стал журналистом Ну вот И чтобы Тимура успокоить Конечно, у меня на работе Всегда была гитара Я ему спел песню Которую, в общем-то, я написал Из-за него Потому что он любил вспоминать Какие у него были в юности романы Вот я ему спел И он успокоился Ему понравилось Перед закатом души крылатые Смотрят на юную жизнь свысока Пусть наша молодость Далековато Самые лучшие там облака Пусть наша молодость Далековато Самые лучшие там облака Вы бы отдали за эти дали Все, что имеете Если б хоть раз Наших подружек Вдруг увидали Тех, кто любили В юности нас Губки, как розы Глазки, как розы Голос, как ветер Там, за рекой Все остальное Может быть, проза Только уж нынче Не пишут такой Все остальное Может быть, проза Только уж нынче Не пишут такой Вы бы забыли Сказки и были Вы б оторвали Взгляд от зари Вы бы сегодняшних Всех разлюбили И послезавтрашних Черт побери Вы бы сегодняшних Всех разлюбили И послезавтрашних Черт побери Перед закатом Души крылат И смотрят На юную жизнь С высока Пусть наша молодость Далековато Самые лучшие там облака Пусть наша молодость Далековато Самые лучшие там облака Облака Песня называется Неизвестная любовь Если в двух словах То во многих тех, в которых я Все-таки был в горячих точках Отключаю Афганистан, Чечня и так далее По разным признакам я замечал, что Солдаты сочиняют любовь Может у них никакой любви и не было А в каких-то там своих Разговорах И песенках Если их пишут То сочиняют любовь Которая должна их как бы спасти Но что интересно В Афганистане, например Чаще сочиняли Именно любовь Женщины Подруги А в Чечне уже сочиняли Больше любовь матери Мама, ты меня ждешь Больше я никому не нужен Только тебе В общем, песня называется Неизвестная любовь Снежные склоны Горы высокие Небу Расскажут Как человека Любит человек Словом прощания Слезою печали Издалека не тревожь Не зови Лучше Лучше Останься такой Как в начале Нашей с тобой Неизвестной любви Мы не бродили Москвою Вечерней Не целовались В нескучном саду Не придавай же Большого значения Если однажды Совсем не приду Ближе и ближе Чужие калаты Все позабудь Мои письма Порви Как я себя Разрываю Гранатой Ради твоей Неизвестной любви Как я себя Разрываю Гранатой В память Твоей Неизвестной Любви Что, Витюша, а ты не таскался бы последним гранатом? В плен, что ли, хотелось живым попасть? Песня называется «Новый Арбат» Она ни в чем не виновата И я ни в чем не виноват Идем по новому Арбату Горит огнем ночной Арбат Да мы касаемся плечами Мы так болтаем про любовь Что под фонарными лучами Уже краснеет наша кровь Ах, если бы остановиться Поцеловаться на еду Чтобы нас поздравила столица В 2008 году Но ждут меня Жена и дети И папа с мамой ждут ее Мы не хозяева на свете Мы не арбатское жулье Так почему же Для чего же Она так смотрит на меня Что вдруг покалывает кожу Веденье завтрашнего дня Она ни в чем не виновата И я ни в чем не виноват Идем по новому Арбату Горит огнем Горит огнем ночной Арбат Но почему же Для чего же Она так смотрит на меня Что вдруг покалывает кожу Веденье завтрашнего дня Как это было плохо Еще в советские времена я много работал в Зевастополе Я и фильмы даже о нем делал телевизионные И книжки писал И в походы оттуда ходил Не говоря о том, что чисто формально По-настоящему он никогда не был украинским Вот Хрущев взял, вздуру отдал А ведь не было даже решения Верховного Совета То есть в общем-то не было закона О том, что вдруг Крым перешел куда-то на Украину Это вообще абсолютное беззаконие И Украина никогда не любила Но в советские времена там еще так делали вид Там что-то там А потом когда вот началось уже Что вроде он как бы украинский Уже после всякой перестройки То там вот было такое ощущение полное Что украинцы там Они просто убивали Севастополь Ну просто убивали вот так технически там И всю промышленность Ну не из-за того Они просто чувствовали Что это город русской славы И в общем все что они там делали Это было сводилось к тому Чтобы натравить татар на русских Вот это Поэтому все была политика И поэтому песни того периода у меня грустные Но я их все-таки люблю иногда вспоминать Потому что надо об этом помнить, ребята Надо об этом помнить Ах, какая плохая погода Снег с дождем объявили в Крыму Время жизни со временем года Совпадают один к одному Дует ветер с открытого моря Нагоняет на сердце печаль Я давно, уже с веком не спорю Только мне Севастополя жаль Под погашенными фонарями На Приморском бульваре стою Мы порой Севастополь теряли Но впервые вот так не в бою Молоросы и великоросы Мы забыли, что русские мы Снег с дождем, роковые вопросы И последние в бухтах дымы Ослабевший орел над волною Смотрит мутно дождливую даль И не важно, что будет со мною Только мне Севастополя жаль И не важно, что будет со мною Только мне Севастополя жаль У нас Порошенко тоже всю промышленность разрушит Так что мы кричим Сейчас 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 Песня, естественно, про любовь чередуется Называется Полночь Татьянина дня Утром Татьянина дня Я не грущу и не плачу Я не грущу и не плачу Я без тебя не погиб Ты без меня не пропала Да Давний роман не смогли Перелистать мы сначала Давний роман не смогли Перелистать мы сначала Дети, супруги, года Сколько Сколько Препятствий На страже В жизни Земной Никогда Мы не Увидимся Даже В жизни Земной Никогда Мы Не Увидимся Даже И Никого Не Ввиня Ведь Не Бывает Иначе В полночь Татьянина дня Я Потихонечку Плачу В полночь Татьянина дня Я Потихонечку Плачу Сердце Аплодисменты Похожей Д товарищ В Вheen В В. В Веду Аплодисменты С Бедная девушка. Это мы бедные. Девушка, кстати, довольно богатая в сравнении с нами. У меня еще будет об этом песня. Так, это все реплики подает Вадим Акулов. Заложу его. Наш собственный корреспондент в Афганистане. Конферансье полковой художественной самодеятельности. Что он и показывает. Я хочу спеть песню журналистского цикла. О том, как мы вместе работали в «Правде». А я 10 лет проработал военным журналистом. И еще два года был зам редактора «Правды» по отделу информации. А там уже вся страна. Куда ездить? Не только в войска, не только на войну в горячие точки. Вот песенка называется «Плач специального корреспондента». Был на севере и юге, в Конотопе у подруги. Был на западной границе, на Курилах и в Баку. А теперь летит в столицу. Очерк должен получиться. Но чтобы очерк получился, нужно первую строку. Вдохновенный труд народа в счет двухтысячного года. Агроном стоял над пашней. Нет, наш газик встал в пути. Или встретись на заводе. Или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, чтобы ту строку найти. И нашел бы, спора нету. Но бутыль была с приветом. Чёрта рожица кривая показалась из горла. Выпиваешь? Выпиваю. Воспеваешь? Воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохи твои дела. Чёрт задумался уныло. И куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в мытищах. Ну и вызвал бы меня. Репортажик строк в полтыщи. Закусив духовной пищей. Об успехах перестройки накатали бы полдня. А теперь тебе неловко. Ты ведь брал командировку. Нагляделся чертовщины. Тут такого воспоешь. Бытовщина, матерщина, дармовщина, штормощина. А критическое, знаю, полагается под нож. В этот вечер чёрт нескоро распрощался со спецкордом. Только чёрт-то был подкован, потому что день спустя. Считан, сверен, согласован, очерк был опубликован. И спецкорд, опохмеляясь, улыбался, как дитя. Песня о вечной любви Окно то залито дождём, То снегом запорошено. И там, куда с тобой идём, Нет ничего хорошего. Там только ты и только я. В пространстве и во времени Два постулата бытия, Два тела, два оговорения Мы в нашу комнату внесли И заперли вселенную, Сожгли мосты И корабли, дубли военно-пленные Теперь наедине навек. И лишь в окне пока ещё То Бог мелькнёт, То человек с усмешкой понимающей. То Бог мелькнёт, То человек с усмешкой понимающей. Окно то залито дождём, То снегом запорошено. И там, куда с тобой идём, Нет ничего хорошего. И там, куда с тобой идём, Нет ничего хорошего. Песня называется не по-русски. Иншалла. Так угодно Аллаху. Правильно, Толя? Перевожу, да? Я не силён в этом языке. Я так и не понял. Это, кстати, пушту или дари, Иншалла. Но я использую в этой песне Ещё несколько фраз Буру Бархай. Это счастливые пути. Из-за чего в Афганистане Называли обычно Афганские автомобили Бур Бухайки. Или Буру Бархайки. Потому что часто бывало на них Арабской вязи написано Именно вот это. Буру Бархай. То есть это счастливые пути. Шураве это советский, Ну или советский солдат. Иншалла это так угодно Аллаху. Песня называется Иншалла. Вновь над Кабулом Восходит звезда, Хлопает в моду лидерца. Как я помогу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Так мой дзинов и мат часовых Чётки стучат, словно пули. Я на Руси ещё числюсь в живых, Сердце осталось в Кабуле. Буру Бархай, Шуравихин, Шаля, Девушка мне говорила, Два наших сердца навек приняла В дару лямане могила. Пусть над Кабулом Сгоры осмои В небо полят иноверцы. Вы победили, родные мои, Я схоронил своё сердце. Вновь над Кабулом Восходит звезда, Хлопает в моду лидерца. Как я могу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Разве могу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Я просто смотрю по времени, Как мы идём. Хорошо? Нет, мы же не заканчиваем, Но нам нужно сделать, Чтобы ещё хороший, Спокойный перерыв, перекур. Кстати, нас сейчас заставляют Курить только на улице, ребята. Полезный, полезный, полезный. Сейчас скоро ещё две песни и перекур. Песня называется «На Яцкинском болоте». Ну, это, в общем, тоже о малой родине. Я сегодня одну песню пел, Где упоминается Шуйский педуниверситет. Естественно, раньше я был пединститут. Сейчас любой институт, Это уже университет, да. А любой ПТУ, это уже институт. Ну, вот, да. Последний раз, когда мне любил Шуйский педуниверситет. На Яцкинском болоте, На дальнем повороте, За дна имённой улицы Косиновой горе. Вы в домике живёте, Стоящем на отлёте, С рябиной над забором, С колодцем во дворе. Для вас я мало значу, Но всё-таки рыбачу. На Яцкинском болоте, Где рыба не клюёт, Плевать на них удачи. Я радости не прячу, Не зря же приезжаю Сюда не первый год. От батчика до кочки, Неверные мосточки, А дальше ни досочки, Ни сгнившего бревна. Ах, глазки, губки, щёчки, Ах, белые носочки, Ах, жёлтенькая куртка Китайского сукна. На Яцкинском болоте Вы двадцать лет живёте, А я живу лет сорок В казарменной глуши. Ах, худочки на взлёте, Ах, пьянки в пятой роте, Ах, сломленные за дуру Тростинки камыши. Ах, худочки на взлёте, Ах, пьянки в пятой роте, Ах, сломленные за дуру Тростинки камыши. Ну и последняя песня перед тем, как нам уйти на пятнадцатиминутный счастливый перерыв. Она, в общем-то, и называется символически, нам опять уходить в наше русское море. И вот я, конечно, тоже вспоминаю с этой песней, связанной, ну, одной из главных исполнений. Это был тысяча девятьсот девяносто пятый год. Ровно семьдесят пять лет, как уходили белые войска из Крыма, ну, в основном из Севастополя, да, ушла наша эскадра на Безьярту, Безьярт, это Тунис, но они шли через Турцию и так далее. И вот мы тогда, а я уже коммунист был убежденный, какой-то кораблик небольшой наняли, прошли там хоть маленькую часть пути, вот как уходила эта эскадра, опустили веночки там в воду. И это девяносто пятый год. И вот мы коммунисты тогда тоже так же уходили, как белые уходили из России, да, опять кто-то там захватит чердот. Нам опять уходи в наше русское море из неправой страны, что отчизной была, нам опять поднимать в одиноком просторе на город в теньках, как не сдавшиеся в импеларь. И вот нам опять вспоминать то, что необъяснимо, и сквозь слезы глядя мировой океан. Вот когда мы поймем, наших прадедов горем, спорить с волею Божьей, и мы не смогли, и мы не смогли раз в три четверти века по русскому морю из России уходят ее корабли. Нам опять уходить наше русское море. Спасибо. 15 минут отдыхаем, пьянствуем, курим, безобразничаем, потом начнем опять. А про реванцию что-то поешь? Спою.